Здравствуйте, дорогие десанты! Добрый вечер! В эфире Медиа-Информ. Вечерние программы. Вы можете звонить к нам в студию. Телефон, как вам, наверное, известно, 737-7310. Мы готовы отвечать на ваши вопросы. Сегодняшняя тема достаточно актуальна. У нас господствует такое взаимное озлобление, очень серьезно напряжены нервы значительной части населения, люди не уверены в своем будущем, обострились национальные конфликты. Если бы кто-нибудь сказал, что у нас впереди лет 10 назад, сказал бы, что у нас будет новая русско-чеченская война, я бы сказал, что это все осталось в 19 веке, что такого не может быть, а чтобы, кроме того, появилась еще и русско-грузинская война, а потом появилась русско-украинская война, причем Россия оккупировала 7% территории Украины, и помирить их пытается Германия, честно должен сказать, я бы ни за что не поверил такому утверждению. У нас, видимо, на сегодняшний день именно такая обстановка. Все это вместе взятое привело не только к всемирному такому обнищанию, но еще и к озлоблению, к взаимному. Люди не разучились слышать друг друга, проявляют признаки взаимного неуважения прямо по предъявлению политической, как бы внешнеполитической, внутреннеполитической позиции. Люди не слышат друг друга, люди не общаются друг другом, общаются только с себя подобными, с противниками, с людьми с другой точки зрения, не желают поддерживать никаких отношений, рвутся долговременные дружбы, связи, даже некоторые семейные узы ослабевают или рвутся в связи с тем, что у нас действительно обострение гражданского противостояния внутри страны. И все это не есть деяние конкретного одного человека или одной политической группы. Это мы все вместе соорудили этот безразмерный, не кончающийся, обостряющийся конфликт. И вот я встречаю человека, который работает в общественной организации, которая занимается тем, что пытается организовать общий круг общения, научить людей слышать друг друга, понимать друг друга, облегчить это понимание. Занимается так называемым фатилитаторством. У меня в гостях Игорь Овчаренко. Здравствуйте, Игорь. Игорь занимается тем, что участвует в проекте «Инженеры мира», общественная организация простиргидности. И занимается этим в том числе и с десятками других наших земляков, видимо, найдя в этом способ гражданского самоутверждения. Как так получилось, что стали заниматься примирением и когда все остальные заняты ожесточением? Здравствуйте, Игорь Леонидович. Я рад, что попал к вам, рад, что мы с вами общаемся сейчас. Как так произошло после того, как я работал в банке 5 лет и 8 месяцев. Получилось так, что… Вы экономист по специальности? Да, внешнеэкономическая деятельность. И получилось так, что деятельность моя перестала мне приносить удовлетворение и я начал искать что-то другое для себя. Я искал около года в интернете возможность заработка, то, что бы приносило мне удовольствие. И друг мне предложил проект «Инженеры по разумению». Также нас называют «Инженеры мира». Проект основан… Цель проекта – снять напряжение в обществе, чтобы люди могли лучше услышать, понять друг друга. В обществе вообще или на конкретных точках, по которым вы специализируетесь? В Украине, в украинском обществе. Это могут быть любые сферы деятельности. Это абсолютно практически любые социальные конфликты. То есть социальные между людьми, между группами людей. Какие конкретные вот сюжеты вы можете рассказать? Где это происходило? Вот так, чтобы можно было понять, в чем технология вашего внедрения. Я понимаю, что у вас тут наглядная агитация целая, присутствует. Вы, видимо, будете говорить о технологии фасилитейтерства. Но для начала расскажите о результатах, если таковые имеются. Да, результаты имеются. Было-стало? Было-стало, да. Результаты есть, начиная от небольших. Например, был небольшой конфликт. Часть помещения, которое находится в доме, в общем доме принадлежало одному человеку. Человек уехал на несколько лет. Опросили у соседей. Соседи сказали, что не против, если это помещение будет принадлежать другим людям. И другие люди поставили свою железную дверь, поставили замок. И теперь это помещение принадлежало некоторое время другим людям. Когда женщина вернулась, увидела, что стоит железная дверь, стоит замок. Она, конечно, была возмущена, пыталась, требовала от председателя ОСНД, требовала от новых хозяев, чтобы ей вернули это помещение. Ну, дошло до ненависти, дошло до того, что там чуть ли не в спину друг друг к другу. Там обращались в разные инстанции, начиная от там полиции и доходя до каких-то. В общем, женщина не скрывала. Человека просто выбросили на улицу, по существу. Это было не жилое помещение, это было как кладовка своего рода. Но человек лишился этого помещения, он привык, что это было его. И в тот момент уже дошло до ненависти, где стороны уже были, ну, был реальный противостояние, был реальный конфликт в доме, где собирались другие люди, привлекались, чтобы доказать свою правоту. И мы в конечном итоге организовали этот диалог. Диалог этот произошел и после диалога стороны договорились, услышали друг друга и пришли к тому, что женщина заплатит за работу, за дверь железную, которая была установлена. И на тот момент это помещение должно было передаться ей. То есть, возможно, как они дальше договорились, но суть в том, что люди были услышаны. А в чем ваша роль была? Наша роль была, как переводчиков, помочь людям услышать и понять, что стоит за обвинениями, за требованиями, за... Это не очень понятно. У вас есть реальные технологии, расскажите о них, пожалуйста. Тем более, я вижу, здесь уже подготовлена какая-то материальная база для этого. Да, это карточки потребностей. Продемонстрируйте наиболее яркие из них или наиболее характерные. Просто вот на камеру. Да. То есть, как правило, все люди хотят безопасности, жить в безопасности. И если данная потребность удовлетворена, то, соответственно, человек себя чувствует хорошо, спокойно. И так же самое и наоборот. Чувства напрямую зависят от потребностей. Если же потребность не удовлетворена, если человек чувствует себя не в безопасности, соответственно, ему тревожно, у него появляется злость. И это могут быть разные чувства. У каждого человека всегда по-разному. Но потребности, если удовлетворены, люди... Человек способствует... Покажите, какую потребностную шкалу вы здесь прорисовали. Есть ведь еще какие-то, кроме безопасности. Я смотрю, их десятки у нас. Потребности, они для всех универсальны. И человек, перед которым вы это выкладываете, должен выбрать те, которые для него наиболее важны. Я правильно понимаю? Когда мы проводим это в виде тренингов, в виде мастер-классов, люди лучше пытаются понять, что для них важно, что для них горячо. Когда мы на настоящем реальном диалоге, мы это сканируем и понимаем сами, пытаемся, сверяемся с человеком, так ли это. То есть выстраиваются определенные приоритеты, характерные для данного конкретного человека. Приоритеты мотивационные. Вот это я люблю больше, это не нравится мне меньше, вот это главное, это второстепенное. Так, что ли? В определенной ситуации, в определенный момент у человека есть потребности, они удовлетворены или не удовлетворены. Если человек говорит на другого человека, что он козел и что тот человек портит, допустим, мне жизнь, за этим стоит, что на самом деле у того человека нету рогов и нету хвоста. И на самом деле он мне портит жизнь, а тот человек удовлетворяет в данный момент свои какие-то определенные потребности. Он удовлетворяет свои потребности, но он не учитывает мои. Когда я говорю, что он унижает меня за счет удовлетворения своих потребностей, получается я уже его обвиняю. В данный момент мне важно понять, какие его потребности не удовлетворены. И какие потребности он удовлетворяет. Например, если человек громко слушает музыку, я в этот момент хочу спать. Моя потребность в отдыхе не удовлетворена. У него в тот момент потребность в удовольствии или может у него какая-то другая, но какую-то определенную потребность свою он удовлетворяет, когда слушает громко музыку. Дальше суть во взаимодействии. Я могу с ним встретиться и могу с ним поговорить. Если я, как уже говорил, буду говорить козел, буду говорить обвинениями, требованиями, выключи музыку, как правило, оно к хорошему не приведет. И здесь суть в том... Что не надо делать, я понял. А что надо делать? Да. Есть то, что не надо. Язык агрессии это обвинения, требования, суждения, требования. И если мы идем по другим шагам, если мы говорим конкретно про наблюдения, про факты, если мы говорим... За сколько сеансов, за сколько реального времени вы можете снять уже разгоревшийся конфликт? Просто его ликвидировать или смягчить? Какой рабочий потенциал у вас в этом смысле? А нет определенного времени. То есть мы можем на одной встрече все решить. Важно на какой... Бывает, что надо возиться с конкретным сюжетом месяцами? Так бывает? У нас такого не было, но я думаю, это реально. То есть несколько встреч, там раз в неделю. Эту технологию вы откуда-то взяли? Кто-то вам ее подарил, перевел, адаптировал? Я так понимаю, что у вас есть какие-то шефы научные, которые этим занимаются, организационные. Расскажите о них. Да, основатель теории, которая называется ненасильственное общение, Маршал Розенберг. Взаимопонимание, взаимодействие. Если взять ту ситуацию, то есть я, к примеру, могу подойти к этому человеку и попытаться понять, ну, действительно, тебе, наверное, сейчас хочется удовольствия, то есть тебе хочется веселиться, тебе хочется... В первую очередь я пытаюсь одеть его шкуру на себя, одеть его одежду, померить его, как он себя чувствует. То есть ему, наверное, весело. Есть какой-то конкретный институт, который занимается тем, что переводит эти технологии для нас и привозит их в Украину? Есть какой-то конкретный институт социальный, который этим занимается? Нам преподает... Вот институт есть, ненасильственное общение, поэтому есть сертификация по этому конкретному направлению. Вы мне говорили, что институт расположен в Германии. Немножко не так. В Германии, Министерство иностранных дел Германии финансирует наш проект. А идеологом этого проекта является кто? Идеолог проекта, на самом деле, его уже в живых нету, Маршал Розенберг по Европе и по Америке. Его теория ненасильственного общения становится все более популярной, когда люди пытаются лучше услышать, понять друг другого человека, понять чувства другого человека, понять, какие потребности стоят. Я вот не очень понимаю вас, ведь сколько человеку не говори, сахар во рту сладко не будет. Вы говорите о потребностях, называя их, удовлетворить же вы не можете их для конкретного вашего клиента. За счет чего ему становится легче жить? За счет того, что он прочел какие-то благие, правильные слова на этих листочках, вряд ли это прямиком приведет к облегчению коммуникации. Скорее всего, просто оставить нейтральным. Для того, чтобы это написанное благое намерение стало фактом, нужны какие-то реальные, реальная работа с мотивацией человека, с его потребностями вживую. Нужно ему помочь удовлетворять свои потребности, нужно ему объяснить, за счет чего они могут быть удовлетворены, задать ему работу над собой какую-то. То есть технологии в этом должны состоять. А в чем состоят технологии, которые вот этот самый Розенберг вам предложил? Суть того, что мы делаем, это медиация, фасилитация, переговоры, если проще. Мы организовываем и проводим диалог. В этом диалоге важно, чтобы каждый из участников чувствовал себя в безопасности. И когда каждый из участников чувствует себя в безопасности, люди общаются между собой, общаются без обвинений, без требований, без суждений каких-либо. Мы изначально оговариваем, что какие бы люди ни были, чтобы у них не было каких-либо проблем, люди относятся в диалоге друг к другу с уважением. Вы знаете, на Западе очень много фасилитекторских технологий. Есть клубы по интересам, есть группы анонимных алкоголиков, например, довольно странные, но у нас об этом уже знают. Провести у нас это пока что, по-моему, невозможно, потому что люди напряжены, заняты другим, заняты выживанием. Здесь как бы западные стандарты не работают. А у вас, я понял, есть еще и шеф, который из Дании приехал. Расскажите о нем. Да, организатор наш датчанин Карл Плесснер. Карл Плесснер, он работал в полиции в Дании, после этого он работал в миссии ОБСЕ в Украине, в Киеве. Женился на нашей одесситке? Украине, нет, она в Киевлянка. Олена Ганцяк, его жена. После этого они, когда он приехал, они совместно были на Майдане, и они организовывали диалоги между беркутовцами и участниками Майдана. Этот диалог в Киеве был успешно проведен. После чего... Чем успешность? Убито свыше 100 человек. Успешность в чем? Успешность в том, что люди начали слышать друг друга, понимать. И по сути, что потребности одни и те же, что и одним, и другим хочется безопасности. И дальше они уже взаимодействовали над тем, чтобы сделать мир в Украине, чтобы сообщество было более... Рассказываете о технологии. У вас есть еще другого цвета, синие какие-то карты. Да, синие это чувство. В зависимости от удовлетворенности. Вы их раскладываете перед людьми, они выбирают те, которые для них наиболее характерны. Так я понимаю? Да, то, что человек сейчас чувствует, то есть выбирая, то есть, к примеру, человек может нервничать. Если у вас есть прямая, реальная, конкретная ситуация, то есть, где вы, к примеру, были взволнованы или нервничали, или злились. Игорь, что в вашей жизни изменилось с тех пор, как вы занялись этой технологией? Вы кому-то сделали жизнь более комфортной, более легкой. Нашли компанию, в которой вы реализовались, нашли место, где можете за свои намерения получать какое-то вознаграждение. Что произошло с тех пор, как вы стали этим заниматься? После того, как я стал этим заниматься, мне самое сложное было найти общий язык со своими родителями. Это было хлопанье дверьми, это было маты, ругань, и все практически меня раздражало. Из того, что говорила мне мама. На тот момент мне хотелось больше уважения, свободы, автономности какой-то. И в конечном итоге, в любом случае, где бы я ни находился, когда я жил отдельно, эти постоянные звонки, это постоянно... И меня очень сильно раздражала вот эта, как сказать, навязчивость. И в конечном итоге, когда я начал заниматься по этой программе, я лучше начал понимать родителей, начал понимать, какая потребность ее стоит. То есть я сверялся, хочется, возможно, ей хочется в данный момент заботиться обо мне, хочется, чтобы со мной было все в порядке. И когда мы это проговаривали, когда я попытался услышать и понять ее, что стоит за этими потребностями, после этого я уже, соответственно, говорил о себе, о том, чего хочется мне, и что действительно... Я правильно понимаю, что в экономику вы уже не вернетесь? Вероятнее всего, нет. Я мало что могу загадывать наперед, потому что в моей жизни все очень сильно меняется. Я год, два, пять лет назад, если бы мне сказали, что я буду участником проекта «Инженеры мира», я бы, наверное, улыбнулся. Но в данный момент в твоей жизни очень много круто чего поменялось. Может ли получиться так, что немцы по каким-то своим внутренним причинам перестанут финансировать ваш проект? И что вы тогда будете делать? Проект финансируется один год. Сейчас я уже девятый месяц. После окончания проекта я... Уже у нас есть первая группа, которая уже отучилась. Они на четыре месяца раньше нас начали. Они уже отучились, уже закончились. Сейчас они организовывают сами проекты. Также у нас был проектный менеджмент. Сами пишут проекты. Сейчас у них есть проект по ромам. Ромы практически во многих регионах Украины сейчас есть определенное напряжение среди ромов и другими жителями Украины, городов и областей. И сейчас эти диалоги проводятся. И причем проводятся также диалоги и с ромами, и с властями. Как вы полагаете, эта проблема решается предоставлением рабочих мест и стимулированием оседлости? Или это наивное предположение? Они не будут организовать свою жизнь так, как делаем это мы? Принципиально не будут. Или все-таки какие-то подвижки есть? Вы знаете, я не могу сказать обо всех... Ну а тех, с кем вы работаете? Есть те, кто действительно хотят чувствовать себя в безопасности. Те, кто хотят так же само жить и работать. Есть те, кто хотят такой же жизни, как и другие люди. Они готовы получать паспорта. На проявление национализма и ксенофобии в их адрес возрастают за последнее время? В последнее время, да, напряжение возрастает. Это можно увидеть в новостях. Ну и чем вы им смогли помочь именно Ромам? Сейчас в нашем проекте проводятся диалоги, где этот диалог между властями в Харькове есть и участники проекта помогают. Я понимаю, что у вас самый главный этап наступит через три месяца, когда вы будете сдавать полученную работу вашим работодателям, инициаторам. Главный этап у нас начался четыре месяца назад, когда мы вышли на практику. Четыре месяца мы полностью обучались у лучших тренеров мира. Это был полицейский из Америки у нас, Марк Лоузер. Он ведущий переговоры с захватчиками, так же с самоубийцами. И освобождение заложников он занимался. Тренера из Германии приезжали, из Израиля. То есть там, получается, есть разные специализации. Есть люди, которые специализируются по стрессовым экстремальным ситуациям. Освобождение самолетов, освобождение заложников. Есть такие специалисты, они вас пытаются научить этому же? Пытаются научить тому, как вести себя в стрессовых ситуациях. То есть у вас есть специализация переговорщики? Или это же просто от Бога должно быть дано? Переговорам можно научиться. Есть определенные, да, есть, можно научиться. Нас обучали переговорам, нас обучали основам медиации, где мы являемся посредником, третьим лицом, который не дает советов, которые не говорят, как правильно или неправильно. Мы помогаем людям услышать друг друга. Я хотел вам задать еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, если он покажется вам провокационным, не отвечайте, ради Бога. Кем будет Игорь Овчаренко через пять лет? Игорь Овчаренко будет через пять лет человеком. То есть технологические приобретения вас просто продвигают к общечеловеческим ценностям. Я правильно понимаю? Да, вы правильно понимаете. Хорошо, я вам желаю успехов. У нас в гостях был Игорь Овчаренко, человек, который занимается проектами инженера мира и который сотрудничает с общественной организацией «Простер гидности». Спасибо, что пришли. Всего доброго, успехов в вашем деле. До свидания, всего доброго. Спасибо. Продолжение следует...